Добрый вечер! В эфире итоговые новости. В студии работает сама Цикенов. И в начале выпуска коротко о главных событиях. 50 многодетных семей получат собственные квартиры уже в этом месяце. Об этом стало известно во время встречи Акима семьи Ермака Салимова с очередниками. В семье появилась аллея выпускников. На территории международного аэропорта выпускники городских школ высадили свыше тысячи саженцев в деревьях. Сегодня глава государства Касым Жомар Тукаев встретился с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисяном. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития Союза, а также повестка предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, посвященного 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева по евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Касым Жомар Тукаев обратил внимание на необходимость углубления многогранного взаимодействия стран-членов Союза. Международный авторитет Евразийского экономического союза заметно растет. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. Экс-премьер Армении прочитал лекцию столичным студентам и подвел итоги работы Евразийского экономического союза за 5 лет. По словам Тигран Саркисяна, сегодня интерес к установлению институциональных связей с Евразийским экономическим союзом проявили более 50 стран и международных организаций. Достижения 5 стран за 5 лет работы немалые. Если в 2014-2015 годах о товарообороте между странами Союза нельзя было так сказать, развивалось все в достаточно замедленном темпе, то в прошлом году он увеличился на 17%. Теперь главная цель к 2025 году сформировать полноценный рынок товаров и услуг, а также укрепить связи по всем направлениям. В настоящее время планируется запуск общего финансового рынка. Проблемы, возникающие в первые годы, сегодня постепенно находят свое решение. Мы разработали белую книгу, куда включили все существующие барьеры, изъятие ограничений. На основе этой белой книги мы разрабатываем дорожные карты, как мы со временем будем преодолевать эти препятствия. В большинстве своем эти препятствия имеют объективный характер, потому что экономикам наших стран нужно время, чтобы адаптироваться к новым условиям. Потому что некоторые отрасли не были готовы к конкуренции, некоторые отрасли не выдерживали требования технического регламента. Им нужно было время, чтобы все эти евразийские стандарты были внедрены. И поэтому есть определенные изъятия. В том числе то, что наши страны вошли в Всемирную торговую организацию, это тоже привело к тому, что у нас появились изъятия из общих списков товаров. И существуют различные таможенные тарифы. Все это, конечно же, является временными ограничениями. Но со временем очевидно, что мы их преодолеем. В Казахстане необходимо увеличить производство детского питания. Так, спикер Сената Дариган Азарбаева посетила Казахскую академию питания и один из детских молочных заводов в стране. Прежде всего, органические продукты должны быть доступны семьям, имеющим маленьких детей, отметила глава Сената. Дариган Азарбаева встретилась с трудовым коллективом, ознакомилась с лабораториями контроля качества и безопасности пищевых продуктов, технологии производства молочной продукции. Дариган Урсултановна рассказала о создании экологически чистой продукции для населения в Академии питания. Ее социальной ориентации подчеркнула важность исследовательской работы. Надо помочь таким производителям продукции. Данному вопросу необходимо уделить особое внимание, подчеркнула спикер Сената. На сегодня рынку детского питания национального уделяется недостаточно внимания. Примерно 90% детской продукции пищевой на нашем рынке, она импортная. И никто не гарантирует, сколько времени хранится эта продукция. Какие консерванты в ней содержатся, ну, так как они приезжают издалека, соответственно, у них срок годности большой, там иногда до года, иногда до нескольких лет, и просто подумать страшно, чем мы на самом деле кормим своих детей. 9 июня в Казахстане пройдут президентские выборы. Казахстану сегодня нужна политика и экономическая стабильность, общественное согласие и мир. Для обеспечения и продвижения общественно-политического согласия важно активное участие каждого гражданина в главной политической кампании года. А выборы нового президента – это наше будущее, говорят семичане. Выборы – это то, как каждый гражданин определяет свою гражданскую позицию, свое отношение к жизни и окружающей среде. Участие в этих выборах покажет то, что вы думаете о будущем своей страны, о казахской земле. Выборы позволяют внести свой вклад в будущее родного государства. Я думаю, что будущие выборы будут только справедливыми, а наши граждане сделают правильный выбор. К новостям региона Аким Семей Ермак Салимов встретился с семичанами, которые стоят в очереди на получение жилья из Государственного жилищного фонда. На встречу с Акимом пришли более 50 человек, которые относятся к категории социально уязвимых слоев населения. Как стало известно, первоочередники получат квартиры осенью этого года, а 50 многодетных семей уже в этом месяце. Сегодня в семье в очереди на получение жилья из Государственного жилищного фонда стоит более 10 тысяч человек. Из них 1641 – сироты и оставшиеся без попечения родителей. 371 – многодетные семьи и 3413 – малообеспеченные. Этот список увеличивается за счет переехавших из сельских округов. Поэтому и горожан, которые записались на прием к Акиму, по данному вопросу очень много. Я ежедневно проводил прием граждан, но вас очень много, и поэтому по данному вопросу я решил дать разъяснение всем сразу, чтобы всем ответить на вопросы. Здесь присутствуют ответственные специалисты и руководители банков. После того, как я все объясню по этому вопросу, вы все по очереди зададите свои вопросы, узнаете ответы и всю интересующую вас информацию. Несмотря на то, что Аким предложил такой вариант встречи, очередники один за другим начали задавать вопросы. Почти все они касались того, когда не получат жилье. К примеру, Надежда Жорина состоит в категории «неполная семья». Сейчас она в очереди восьмая, но по разным причинам квартиру ей не выдают, говорит женщина. На энергетиках не получаю, и теперь в мае квартиры не выходят. Если я не получаю пособия, почему я не должен получать квартиру на мае? По закону жилье выдается строго в порядке очереди, а Надежда Жорина получит свою квартиру уже в октябре месяце в новом микрорайоне Карагаила заверили специалисты отдела ЖКХ и жилищной инспекции. Стоит отметить, что первый человек встал в очередь на получение жилья в 1990 году. В нашем городе, к сожалению, долгое время строительство не велось, поэтому и очередь продвигалась медленно, что и пытался объяснить Ермак Салимов жителям города. Я стараюсь ускорить процесс строительства. Я обращаюсь в областной Акимат, я обращаюсь в правительство. Объясняю, что семей нуждается в строительстве домов. По этому поводу проводится большая работа. Активно развивается строительство в микрорайоне Карагаила. Строительство жилья решит проблему тех, кто долгие годы ждет свою квартиру. В этом году, в текущем году мы начинаем строительство еще 30 домов. 30 домов мы разбиваем и начинаем строить на Карагаилах. Всего на Карагаилах будет 127 домов. И они будут решать проблему в первую очередь вас. Это та категория, которой именуются малые имущие легендеры. Дети-сироты, одинокопроживающие дети легендеры. Есть такая категория, которая называется малообеспеченные малоимущие. Удар кредит алалмайда. Ахшадар удар дажокалтасанда. Очередников также интересовал вопрос о приобретении жилья по программе Бахтотпаса. Прием документов уже стартовал. Однако средства для получения субсидий государство еще не выделило. Поэтому в этом году, скорее всего, будут сдаваться только арендные дома. Планируется сдача двух арендных домов в микрорайоне Карагаилы. Это 14-15 позиция, но все-таки это октябрь месяц. Это все зависит от того, что срываются сроки сдачи жилья. Как будет достроено жилье, как будут подведены все коммуникации, будут выданы квартиры. Это будут детям-сиротам и социально уязвимым слоям населения, которые сегодня у нас здесь присутствуют. Квартиры будут распределены пропорционально неполным семьям, семьям, имеющим или воспитывающим детей инвалидов, инвалидам первых-вторых групп, пенсионерам по возрасту. Кроме того, уже в этом месяце планируется выдача 50 квартир многодетным семьям. К другим темам. В этом году в 655 школах Восточно-Казахстанской области прозвенел последний звонок для 184 670 учащихся, в том числе и для более 8 тысяч выпускников школ. В одном из торжественных мероприятий принимала участие заместитель Акима области Асим Нусупова. Она, посетив Таврическую среднюю школу Уланского района, пожелала молодым выпускникам доброго пути. В этом году в 655 школах региона прозвенел последний звонок для 184 670 учащихся. Из них более 8 тысяч окончили родное учебное заведение. При этом 658 учащихся стали обладателями знака Алтенбельга. Одно из торжественных мероприятий прошло в Таврической средней школе Уланского района. В нем приняло участие заместитель Акима области Асим Нусупова. Аким области дает 400 грантов бесплатно, чтобы обучались бесплатно за счет областного бюджета. Республика дает тоже бесплатные гранты. Все будет зависеть от вашей успеваемости, как вы сдадите единое национальное тестирование. Но я думаю, что вам все по плечу. В этом году Таврическую среднюю школу, рассчитанную на 320 мест, закончили 17 учеников. 7 из них изъявили желание сдать единое национальное тестирование. Остальные 10 учащихся выбрали рабочие специальности и будут обучаться в колледжах. В школе имеется 7 кабинетов новой модификации. И по программе «Миллиметрим» мы в прошлом году получили IT-кабинет. Сейчас с третьего класса по 11 класса все дети охвачены, с удовольствием занимаются. Учили прошли переподготовку, курсы прошли. Школа оснащена полной современной техникой, современным оборудованием, соответствует ко всем стандартам. В ходе торжественного мероприятия заместитель Акима области посетила IT-классы и кабинеты робототехники, положительно оценив успехи школьников. Из около 8,5 тысяч выпускников области, окончивших школу, 658 стали обладателями знака «Алтенбельгэ». 383 выпускника окончили учебное заведение на тестат с отличием. Многие желают поступить в высшее учебное заведение, желающих у нас очень много. В основном медицинские. Желаю, чтобы все поступили в высшее учебное заведение, получили дипломы, работали по любимой профессии. Я настроена, отлично сдав ЕНТ и показав хороший результат, поступить в лучшее учебное заведение. Я с детства была мечтательницей. Сначала мечтала стать певицей, то есть хотела заниматься творчеством. Но теперь я хочу связать свое будущее с медициной. Асем Насупова, положительно оценив работу Таврической средней школы, которая была сдана в эксплуатацию в 2016 году, призвала активизировать работу по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма. Сама Секенов, Евгений Проскурин, Хайрат Кожахметов, телеканал «Семей». В школах «Семей» прозвенел последний звонок. В этом году из школ региона выпускается более 1700 старшеклассников, которым предстоит сдать экзамены и выбрать будущую специальность. А пока ребята прощаются со своими учебными заведениями. О том, как это было, наш следующий видеоматериал. В школах города отгрымели последние звонки. Главными героями торжественных линеек по традиции стали выпускники. Из школы номер один имени Чернышевского в этом году выпускаются 39 учеников. Им в этот день были адресованы самые теплые пожелания доброго пути от руководства школы, учителей, родителей и даже от самых маленьких чернышевцев. Вот последний ваш урок и последний ваш звонок. «Как вам завидуем сейчас, что вы закончили учиться, что спать вам можно лишнюю часть, не надо в школу торопиться». Впереди ребят ждет единое национальное тестирование. Многие из них уже определились со своей будущей специальностью. Ну а пока они наслаждаются каждым мгновением, трогательно прощаясь со школьной порой. «Каждый выпускник ждал этого дня, чтобы он побыстрее настал. Но теперь он настал, и сейчас даже грустно, и как-то не хочется уходить уже. Хочется еще раз оказаться в школе на уроках. Я хотела бы, чтобы каждый из них себя смог показать, реализовать, чтобы у каждого все получилось, удачи, успехов, чтобы каждый добился своей мечты, своей цели». «Я с этими ребятами 6 лет, и, конечно, они стали родными, и ты переживаешь за них, ну, действительно, как за свою кровиночку. Поэтому хочется, чтобы все у них свершилось, все у них получилось. Жизнь впереди открывается в ярких красках, я надеюсь, до них. И в конце линейки у нас есть традиция, мы селим для ребят Акжол. Так вот, пусть у них будет Акжол, белая дорога, светлый путь в их счастливое будущее. Я этого очень хочу, и весь преподавательский состав, я не сомневаюсь, тоже». А в школе номер 16 имени Толиубая Аманова последний звонок отличился открытием кабинета казахского языка и литературы имени ветерана-педагога Турсынай Сесенбиной. «Это один из сильнейших учителей казахской литературы, которая очень любила свой предмет. Она сумела донести до детей произведения казахских писателей Махатаева, Айбергенова, Кунанбаева и многих-многих других. Дети с удовольствием читали литературные произведения. Это качество учителя осталось в сердцах каждого ее ученика, я думаю». Кабинет открыт силами выпускников 2000, 2009 и 2012 годов, а также родственников педагога в рамках программы «Менен Мектыбым». Инициатором выступил выпускник 2009 года, обладатель Алтенбельга, а сегодня известный журналист Даулет Мукаев. «В народе говорят, хорошее имя бессмертно, дело ученого не умрет. Для нас этот учитель был ученым, поэтому, когда речь зашла об открытии кабинета в данной школе, мы решили дать ему имя Турсынай Сесенбиной. Для нас это большая честь отблагодарить ее за огромный труд таким образом». Всего, по данным городского отдела образования, в этом году школы заканчивают 1701 юношей и девушек. Из них в итоговой аттестации примут участие 1672 человека, из которых больше 83,5% выбрали единое национальное тестирование. Среди нынешних выпускников школ семьи 59 человек претендуют на знак Алтенбельга и 55 школьников на аттестат с отличием. Ну а школьники младших и средних классов готовятся к летнему отдыху. По данным отдела образования, в загородных лагерях в этом сезоне отдохнут больше 2000 учащихся, а пришкольные лагеря с питанием будут посещать 1746 детей. Сама Секенов Ильяс Сабитула, телеканал «Семей». Продолжаем выпуск. В «Семее» появилась аллея выпускников. 25 мая выпускники всех школ на территории международного аэропорта высадили свыше тысячи саженцев деревьев. Стоит отметить, что экологическая акция стартовала по всему Восточному Казахстану. Подробности у Бахаткуль-Казес. Море цветов, белых бантов и парадных фартуков. Пожалуй, это главные атрибуты и линейки последнего звонка. В этом году школу заканчивает 1700 учеников. Отличились они тем, что посадили деревья и сделали селфи с Акимом. В этот день на территории международного аэропорта появилась целая аллея. В ее открытии принял участие Акимгорода Ермак Салимов. Он пожелал выпускникам успеха в дальнейшем пути и отметил, что данная акция является символичной. Сегодня вы переходите уже совершенно в другое. Детство, скажем, для вас заканчивается и впереди вас ждут тяжелые, но в то же время приятные заботы. Это поступление в ВУЗы, это продолжение вашей учебы. Я понимаю, что, наверное, сегодня, по большому счету, не стоит, может быть, важно, кем вы будете завтра в дальнейшей вашей жизни. Кто-то будет инженером, кто-то врачом, кто-то будет педагогом, не столь важно, а важно больше, какие вы будете добрыми, счастливыми, готовы помочь друг другу. Организаторы подчеркнули, что экологическая акция по посадке зеленых насаждений по всему Восточному Казахстану проводится по поручению Акима области Даниила Ахметова. Всего на аллее выпускников, а именно так ее назвали организаторы, было высажено 300 хвойных деревьев. Было рекомендовано проводить вот эти дни, праздники последнего звонка, оказывая благотворительные акции, высаживая аллею выпускников, то есть оставляя память о себе. И выпускники нашего города подхватили эту инициативу и с удовольствием приняли участие. Обратившись с семьей Урманы, нам на территорию пред аэропортом выделили 300 саженцев сосны. Выбор места для аллеи выпускников был нелегким. Организаторам предлагали новый микрорайон Карагайлы, но в итоге окончательный выбор был сделан в пользу территории обновленного аэропорта, чтобы в будущем, когда выпускники, окончив учебу, будут возвращаться в родной город и встречала аллея, которую они сами же и посадили. Как сказал Аким, то, что мы самые первые, кто это посадил, и то, что через сколько-то лет мы придем сюда и увидим, как они выросли, наши растения, плоды. Всего в этот день выпускники школ высадили свыше тысячи молодых деревьев. По словам организаторов, в будущем акция обязательно найдет свое продолжение. В завершении мероприятия все выпускники сфотографировались на память. Поэзия – это сложный вид творчества, и не все ее понимают. Но у всех в душе, в сердцах есть поэзия. Кто-то может писать стихотворение, а кому-то это не дано. Но все, кто любит стихи, говорят, что у них есть какая-то страсть к поэзии. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на мой вечер. Благодарю всех семичан. Он Айгуль Туржан – уроженка Мангистау. Ее творчество хорошо известно по всей республике. Аким родилась в 1955 году в селе Уштаган Мангистауского района. Сегодня она является доцентом Евразийского университета. Он Айгуль Туржан – автор монографии Мохамбет Олендерин «Поэтикасы» и нескольких сборников песен. Также читателям хорошо известны ее переводы – Стефана Цвейга и Зигмунда Фрейда на казахском языке. Он Айгуль Туржан – яркий пример успешной деятельности как в науке, так и в литературе. Для того, чтобы наша молодежь развивалась, надо научить ее быть творческой, привить ей любовь к литературе. А для этого необходимо проводить такие встречи с талантливыми акынами, писателями, творческими людьми, такими, как у Айгуль Туржан. В ходе вечера мы в первую очередь насладились литературой. Благодаря этому у нас сформировалось соответствующее восприятие. Я считаю, что этот вечер дал очень многое молодежи. В ходе вечера прозвучали стихотворения, этюды и песни члена Союза писателей Казахстана, лауреата премии имени Тулегена Айбергенова Унайгуль Туржан. Отметим, что творчество поэта, известного в нашей республике своими содержательными произведениями, вызвало неподдельный восторг семичан. Сама Цикенов, Диана Толев, Ельжан Макзумов, Кайрат Кожахметов, телеканал «Семей». Наши новости вы также можете посмотреть в приложении «Казахстан ТВ», скачав его бесплатно в Play Маркете и App Store. Таковы были новости на сегодняшний день, а мы с вами прощаемся. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok